А под Черкассами жителя села Красная Слобода обнаружили целый полигон старой от яда химикатов. Канистры и бочки для последующей переработки свозила частная фирма. Все это хранилось под открытым небом в 30 метрах от жилого сектора. Тему продолжит Станислав Кухарчук. На этих сельских огородах за последние несколько недель вымерли даже насекомые. Все это время, рассказывает Елена, жители домов, которые всего в 30 метрах от промзоны, жалуются на головные боли и неприятный химический запах. Началось все после того, как здесь появился новый арендатор и начал перерабатывать пластиковую тару. Начался очень неприятный запах, просто, ну, ядкий такой вот конкретный. У соседа, оно подохло, и кролики, и птички с дерева падают. За забором огромное хранилище использованных емкостей из-под пестицидов и ядохимикатов. Их остатки из открытых канистр стекают прямо на землю. А эту яму, похоже, работники вырыли специально для промывки баков от химии. Что-то будет бодяжить, а через стену сливать отходы сюда, и оно будет все попадать в грунт. На территории ни работников, ни начальства. С жителями села им общаться явно не хочется. Сторож промзоны сообщает, фирма территорию базы арендовала недавно. Зловонный пластик начали завозить в начале месяца. Его бизнесмены планировали дробить на гранулы. Занял раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь боксов. И плюс всю территорию, этими мешками, этими баулами, с конистами, с педяги. А когда ветер дует, она воняет. Зампредседателя сельсовета шокирован увиденным. Местные власти на такого рода деятельность разрешения фирме не выдавали. Собственникам чиновнику все же удалось поговорить. Общего языка не нашли. Бизнесмен, иностранец и украинский едва понимает. Забирать опасные отходы приехали эти фуры. Правда, водители не знают, куда будут везти груз. Но узнав о присутствии на территории журналистов, хозяин отходов по телефону тут же отменил заказ. В экологической инспекции вовсе за голову хватаются. Подобные емкости из класса особо опасных. Для их переработки и хранения необходимы специальные условия и лицензия. А документов у фирмы нет. По факту загрязнения окружающей среды полиция открыла уголовное производство. Хозяина фирмы уже допросили и пока будет идти следствие, отходы останутся под охраной правоохранителей. Когда их вывезут на утилизацию, неизвестно. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует... Продолжение следует...